Рассмотрим условия при которых в колебательной системе возможно существование свободных колебаний. Изначально шарик находится в состоянии равновесия. Сместим шарик от положения равновесия. При этом пружина деформируется и согласно закону Гука возникает сила упругости, возвращающая тело в положение равновесия. Под действием этой силы тело двигается к положению равновесия. При этом сила упругости уменьшается, скорость тела увеличивается. В момент прохождения равновесия скорость шарика максимальна, а сила действующая на него равна нулю. Так как шарик обладает массой, то он не может сразу остановиться и по инерции проскакивает положение равновесия, начиная сжимать пружину. Теперь скорость тела уменьшается, так как сила упругости и поменяв направление, возрастает по мере увеличения деформации пружины. В тот момент, когда скорость становится равной нулю, сила упругости достигает максимального значения, и шарик вновь начинает свое движение к положению равновесия. Этот процесс может продолжаться достаточно долго, если потери в системе невелики. Таким образом сформулируем условия, при которых возможно колебание в системе. Наличие состояния устойчивого равновесия. Наличие внутренней силы, возвращающей систему в состояние равновесия, упругая или квазиупругая сила. Инертные свойства системы. Малое трение.